Что бывает с человеком, если его перекормить? Это мы все чаще можем наблюдать, все это знают. А как насчет растений? Бывает? Конечно! Здравствуйте, друзья! С вами канал Про Цветок. Все про растения, про здоровье, про нас. Для самого лучшего результата не только на грядке, но и в цветочном горшке важно уметь вовремя остановиться. Сегодня я расскажу о признаках перекорма растений, как с ним бороться, как избежать перекорма, ну и немного о том, чем в принципе вредит избыточное внесение удобрений. Я начинаю. Как всегда, все плохое происходит из-за добрых побуждений. Мы хотим, чтобы растения были счастливы, и поэтому переливаем их или перекармливаем. Причем эта проблема чаще возникает с комнатными растениями. Перекормить их легко, потому что этот процесс абсолютно непрозрачен. Я имею в виду то, что мы не видим, что из того, что мы внесли, уже растение использовало. А что осталось? Потребление питательных веществ растениям не похоже на наше. И первое, что нужно обязательно понять и принять, удобрение – это не то же самое, что еда для человека. Растения создают большую часть необходимых им питательных веществ с помощью чудесного явления фотосинтеза. То есть, скорее всего, они питаются светом. А удобрения нужны для реализации этого механизма, как метла дворнику. Они не нужны в больших количествах, которые необходимы животным для питания. Растения используют сравнительно простые элементы для того, чтобы из солнечного света сделать то, что можно потрогать и даже съесть нам с вами. Конечными продуктами фотосинтеза являются углеводы и другие соединения, которые уже и питают растения, и служат сырьем для построения их корней, стеблей, листьев, цветов и плодов. В каком-то смысле свет – это основная пища растения. Лишнее внесение удобрений является обычным явлением, потому что растениям не нужно столько удобрений, сколько мы иногда думаем, как раз забывая, ну или не зная, что удобрение – это не еда. Им нужны только те питательные вещества, которые не создают фотосинтез. По сравнению с животными, растения физически потребляют на самом деле очень-очень мало. Поэтому неиспользованные удобрения могут накапливаться в почве и со временем становиться токсичными для растений. И нас сбивает с толку то, что у растения возникла вдруг проблема, а мы вроде как ничего в уходе за ним и не меняли. Что происходит, когда солей накапливается слишком много? Соли, содержащиеся в удобрениях, могут замедлять поступление воды в корни и, соответственно, далее в листву. При этом большая часть повреждений, вызванных перекормом, а я буду это так называть, появляется именно на листьях. Избыток удобрений может тормозить биохимические реакции, разрушать растительные ферменты, проще говоря, мешать растению жить. Это вызывает, по сути дела, это и называется стрессом для растений. А стресс делает их восприимчивыми к инфекциям и вредителям, которых привлекают ослабленные растения. Расскажу о признаках перекорма растений. При этом нужно понимать, что сами по себе реакции растений очень часто одинаковы на разные гадости. Будь то перелив или недолив воды, мало света или много, для некоторых тенелюбивых растений. Холодно или жарко? Поэтому в сторону перекорма мы начинаем думать только тогда, когда все остальные условия, которых легче проконтролировать, соблюдены. Причем соблюдены в полной мере. Именно поэтому подкормку минеральными удобрениями нужно делать только тогда, когда растение выглядит хорошо и нет внешних симптомов стресса. Это звучит немного странно, но если ваш цветочек стал усыхать, желтеть, сбрасывать листья, то на нехватку удобрений думать нужно в самую последнюю очередь и уж точно прекратить подкормку, если вы ее делали. Очень явный показатель избытка солей. Это белый осадок на верхнем слое почвы. Кусочки грунта, покрытые светлым таким налетом, не спутайте только с минеральным структуратором почвы, типа перлит. И вот здесь очень важно, чтобы все остальное было в норме, потому что такой налет может возникать и при излишнем поливе жесткой водой, и в целом при повышенной влажности. Вы льете, влага не уходит через дренаж, а испаряется с поверхности, с выступающих частей, вот с этих кусочков грунта, которые над поверхностью выступают. В любом случае, этот налет не есть хорошо, и его лучше с поверхности убрать, сметая метелочкой, венечком, в зависимости от размеров площадей. А сметенный грунт лучше заменить на более рыхлый, свежий. Если не принять меры, то этот белый, иногда бело-желтый осадок солей на поверхности может стать токсичным для растения. Еще одна примета перекорма растений это обожженные коричневые кончики или края листьев. Иногда скручивание листьев, остановка роста, это тоже часто указывает на повреждение корней из-за чрезмерного внесения удобрений. Этот симптом может быть вызван не только перекармливанием, но и проблемами с поливом. Может даже с низкой влажностью или с солнечными ожогами. Но ожог от удобрений происходит очень быстро. Если вскоре после внесения удобрений на листьях вашего растения появляются коричневые кончики или края, можете быть уверены, это удобрение. Ну а что делать? Вымывать грунт. Да, на улице или в ванной проливаем хорошо грунт. Вода должна хорошо выходить из дренажных отверстий. И не одним литром. Кому-то может, конечно, показаться, что так мы все вкусное оттуда вымоем, но нет. Токсические уровни лишних удобрений должны быть убраны. Результатом должно стать появление свежей зелени. Там листочков, побегов. И я уже не останавливаюсь на качестве воды, конечно. Понятно, что сильно хлорированной это лучше не делать. Дать ей отстояться. Далее. Пожелтение, увядание листьев, плодов, цветов. Но только в том случае, если вы вносили удобрения. Дело в том, что этот симптом абсолютно похож на проблемы с поливом. Но именно так это и работает. Лишняя соль в области корней не дает в воде заходить в корни. И растение гибнет от недостатка воды, хотя воду мы льем. Особенно часто поражаются первыми именно нижние листья. Здесь точно и внимательно нужно оценить состояние растений и то, как мы в последнее время за ним ухаживали. Можно действовать так же. Взять и промыть. Но если это проблема перекорма, то поможет. Ну а если это проблема перелива реального, то скорее это корневая гниль. И промывание может еще быстрее усугубить положение растений. А что делать? Ну, как в любом деле, главное не опускать руки. Не бойтесь достать растения из горшка. Достали, посмотрели. Вынув растения, можно убедиться, что корни твердые, гибкие, желательно светлые. Они не должны иметь неприятного запаха. Если это есть, промываем. Если запах гнилостный, если они черные, вялые, запах гниения такого. Потому что, в принципе, здоровая почва пахнет тоже сыростью, но сырость такая грибная. А вот если неприятный, у вашего растения корневая гниль. И с ней справиться можно либо пересаживанием растения, либо использованием перикси. Об этом мы говорили. Иногда можно оставить растения даже с вынутым из горшка, с вынутой из горшка корневой системой. После полного просыхания, после промывания, даем просохнуть, и уже потом разбираемся, что с растением делать. Но некоторые растения легко сбрасывают листья из-за стресса. Чтобы не спутать обычный отдых растений, которые наблюдаются, допустим, зимой, вот никаких удобрений с октября по март. Дайте отдохнуть, бедные фиалки. У нее просто период покоя. Ну а по весне, когда увидели начало роста и появление свежей зелени, начиная с четверти рекомендуемой дозы покупного удобрения, вперед, если вы не используете домашние подкормки. Также показатель перекорма это медленный рост или отсутствие роста, несмотря на хороший остальной уход. Если растение остановилось в росте, томиться в горшке, ждать у моря погоды не лучшее решение. Ну, на самом деле сложность заключается в том, что этот симптом также может быть вызван как слишком малым, так и слишком большим количеством удобрений. Однако, в случае неудобрения, когда вы рекомендуемые дозы уменьшаете, причем там значительно, растение, как правило, все равно растет, все равно ему лучше. А вот, если рост полностью прекратился, хотя, казалось бы, полгода растение наросло, набиралось сил, то это перекормка. Ну, и обратный эффект. Быстрый рост, буквально вытягивание, когда новые побеги тонкие, не успевают укрепиться, это признак перекормка азотом. Это чревато болезнями. Такая нежная, неподготовленная зелень легко поражается инфекциями, насекомыми, особенно этот эффект проявляется на садовых растениях. Тля не заставит себя ждать на тех растениях, которые из-за азотного жирования стали сочными, с тонкой кожицей, которую легко проткнуть, прокусить. Перекорм азотом ведет и к отсутствию цветения, когда оно вроде как должно быть, хотя зеленая масса прирастает. Перекорм азотом ему противодействие может служить простое прекращение внесения удобрений в принципе. Ну а теперь пробежимся по отдельным элементам. Азотное удобрение абсолютно необходимо, если мы хотим получить нормальный урожай со скоростью и количеством побольше, чем это происходит в дикой природе. Азот это белки в каждой аминокислоте, а значит он необходим и нам. Азот практически один из основных компонентов ДНК, а значит всей нашей и растительной наследственной информации. Ну и конечно он входит в состав хлорофила, а это фотосинтез. Существует ли опасность при избыточном внесении азотных удобрений? Ну тут действует принцип известный нам всем, что за НАТО, то на здраве. На самом деле это очень спорная тема. Все мы наслышаны о вреде нитратов и уж точно она существует и это правильно. Однако в реальных условиях, если вы хоть немного следуете рекомендациям на упаковке, нашим рекомендациям по подкормкам, превысить дозу настолько, что потом на выходе получить проблемы со здоровьем очень маловероятно. Поэтому я в качестве примера нарушения технологии приведу явный такой пример ошибки. Вот вы стоите на грядке после полива или после дождика, набираете рукой селитру, пакет рвется и высыпается целый мешок на грядку с чем угодно. естественно вы по возможности собираете что получится там с землей разносите по другим грядкам остальное там разметаете метелкой щеткой по большей площади ну и пролейте вы бактериями или грибами вот триходерма ксеная палочка они помогут изъять излишки удобрений и потом медленно будут давать растениям. Как правило вредные овощи получаются при коммерческом производстве там реально идет битва за деньги а где битва за деньги там ничего хорошего не будет и вот основные общие рекомендации не нужны азотные вернее нитратные удобрения то есть селитры там где вы через месяц планируете уже получить урожай дополнительный азот вносите на стадии активного роста зеленой массы ну иначе урожай просто задержится о фосфоре и калии я скажу немного если вы не насыпали столько что растения просто погибли допустим из-за осматического шока это тогда когда корни просто не могут впитывать воду а наоборот ее отдают и вред может быть в основном в чем это накопление в почве тяжелых металлов почему потому что калийное и фосфорное удобрение добываются из земли это шахты карьеры это не искусственно полученные синтезом как большинство азотных удобрений вещества в залежах фосфатов и калийных руд очень часто в примесях находится огромное количество реально опасных элементов таистронцы и кадми и свинец и даже уран все исследования говорят о постоянно растущем количестве этих элементов и их соединений в почвах с интенсивным внесением суперфосфатов фосфатитов и калийных удобрений опять же в реалиях дачного или деревенского участка сложно представить превышение этих уровней до реального вреда здоровью и опять же рекомендации те же используйте дополнительную органику и микробиологические подкормки растительные остатки помогают сглаживать последствия переудобрения а микробиологические препараты помогают быстрее восстановиться почве если это произошло безжалостное такое отношение к ней с помощью переудобрения вернее избыточного его применения и так если визуально растения при внесении удобрения в нужное время не погибли не зачахли то скорее всего все будет нормально календари подкормок на нашем канале уже частенько освещались в любом случае это тема отдельного ролика берегите себя ведь человеку всего нужно тоже в умеренных количествах иначе он испортится и только здоровья и детей кому-то внуков много не бывает чего я вам и желаю как раз иначе он Субтитры создавал DimaTorzok